всем привет здравствуйте здравствуйте у меня сегодня два прямых эфира обещается собирается вот первый провожу пока еще свежа бодрая весела как говорится так сегодня мы с вами обсуждаем сыворотки мои сыворотки которые у меня есть в уходе как оказалось сывороток у меня достаточно тоже много это вот котомочка с теми которые стоят на туалетном столике то есть те которые недавно приехали которые ввожу в уход напоминаю что сыворотка это необязательный этап ухода вам не нужно обязательно до иметь сыворотку либо иметь 10 сывороток абсолютно нет сыворотка это функциональный уход это то что будет решать какую-то определенную задачу например борьба с пигментации с воспалениями сиборегуляция и так далее то есть это то что вы добавляете к своей базе на напомню что база это очищение экспаляция увлажнение и защита от солнца а если вдруг нам хочется что-то поделать да как-то решить какую-то задачу определенную мы используем сыворотки и так у меня сывороток ну много понятное дело но я их регулярно вычищаю да оставляя только те активы которые мне действительно нужны и у меня много сывороток с неоциномитом потому что это то что нужно моей коже себа профицитная склонна к забиванию пор склонна к образованию комедонов поэтому неоциномит высоких процентах это именно мой актив скажем так который я ввела в свой уход на постоянную основу и давайте начнем с него у меня так до 33 сыворотки которые позиционируются как сыворотки с неоциномитом да вот и вчера многие спрашивали там по поводу доноров до не разглядели в прямом эфире если вы вдруг не разглядели или не услышали название просто сделайте скриншот отправьте мне я вам напишу или пришлю фотографию да как выглядит данный продукт первое начнем с наименьшей концентрации это пьюритовская сыворотка галактониоцин мы с вами говорили о ней достаточно подробно в видео о пьюрита я ее там сравнивала с манью да говорила что для меня она лучше что мне нравится в пьюрита сегодня прям кстати все видно прекрасно это вот такой удобный дозатор он удобен тем что он реально очень такую нормальную дозу выдает продукта может по первости плеваться да когда настраивается помпа но потом абсолютно никогда никакого дискомфорта у меня не было ни с одной сывороткой а что могу сказать о продукте оставляет небольшой масляный финиш это нужно учесть это такое часто бывает у продуктов с галактомисисом которых много до этого самого галактомисиса здесь девяносто два процента а что делает очень хорошо регулирует тему работает с воспалениями и вообще прекрасный продукт мне он нравится еще раз повторюсь в разы больше чем манью и я могу спокойно рекомендовать потому что бюджетный и реально очень крутой рабочий но еще раз повторюсь но еще раз повторюсь что если вы не любите масляный финиш то это к сожалению не не ваша история а тогда стоит присмотреться вот я рано порадовалась до белой упаковки джейсдер мак нетрикс а версия та которая у меня в руках здесь 8 процентов не от с нами до 1 процент ссылка также подробно говорили в видео про джейсдерму все видео брендах есть в hdtv залиты а она такая жиденькая достаточно ну то есть это жидкий гель скажем так при нанесении может может слегка да может быть какую-то липкость давать но еще раз повторюсь что такое бывает у сыворок джейсдерма но они полностью усаживаются то есть буквально через несколько секунд максимум да там секунд через 30-40 она будет абсолютно полностью впитана вашей кожей я сегодня ее использовала и что могу сказать просто впитывается в ноль никаких проблем держит т-зону просто шикарно ну то есть она действительно хорошо регулирует но тут и процент достаточно высокий если там было 5 здесь уже восемь процентов и плюс один процент цинка это то что нужно коже проблемной скажем так если ваша кожа не проблемная вам просто хочется не ациномит или просто поработать с этой зоны то версия меланон она будет в такой голубой здесь будут голубые полосочки будет написано меланон там просто ни один не ациномит пять процентов и он тоже абсолютно комфортный не оставляет никакого масляного финиша ну и самое концентрированное это бустер от полос choice здесь 10 процентов у них есть еще двадцатка она вышла совсем недавно я возможно ее попробую да она мне лежит на на озоне в корзине я пока думаю пока там ценник 3900 я пока думаю потому что но я конечно готова тратить деньги на косметику действительно да но я пока думаю стоит ли отдавать за 20 миллилитров 4000 при условии что но исследований которые бы говорили что в такой огромной концентрации он делает что-то прямо на планетное я не находила да то есть это в основном есть исследования о четырех процентах пяти процентах двух процентах да то есть я все таки считаю что дальше десятки мне кажется это уже маркетинг потому что он и на десятки шикарно работает и скажем так мне понравился очень комфортный жидкая текстура да то есть это прям такая водичка жиденькая абсолютно жидкая полностью впитывается а но скажем так вот между ними я для себя лично не вижу вот здесь какого-то преимущества то есть здесь дешевле здесь больший объем плюс здесь есть цинк я все-таки для себя нашла идеальный нет с нами для меня вот это самый лучший самый любимый и я думаю что пока его не снимут производства мы с ним будем вместе да этот прикольный хороший стоящий да но еще раз повторюсь за 20 миллилитров я давала что-то в районе 30 чем-то евро мне кажется что ну это too much я понимаю что это поло я все прекрасно понимаю комфорт и так далее но мне кажется что но здесь просто ценник за то что это поло если бы он стоил как джейс дермой то я бы вряд ли бы взяла еще раз потому что я бы все-таки взяла джейс дерму рядом когда они стоят он объективно для меня проигрывает я имею дупол но если у вас нету никакого и вы хотите попробовать полос чойс то это будет отличный вариант дальше из еще любимчиков да но давайте сначала вот я буду в паре показывать две сыворотки вообще куда разный разбег разный объем здесь 100 миллилитров здесь 15 миллилитров начнем с джейс дермы это акнетрикс который с софальянсом я описала пост про софальянс что это такое с чем его едят полтора процента больше нигде не встречала и вряд ли получится выводе нари дешевле но ты один ли я бы даже бесплатно больше никогда не взяла у меня она была я и выкинула вот если отступление да если идти параллельно комментарии еще раз софальянс классная вещь я использую ее очень точечно то есть у меня в основном высыпание все вот здесь и когда прям я вижу что я проснулась и меня какой-то трешак на коже да что что-то прям пошло не так явно у меня такое было совсем недавно я проснулась у меня просто все в красных каких-то мелких точках причем я грешу на масло ханскин я три дня подряд его использовала и проснулась на третий день просто с красными пятнами по нижней ну то есть это не просто пятна до этого такие вот красные типа прыщиков но они идут без головок просто красные такие маленькие пятнышки было не очень приятно не очень красиво видимо поэтому моя рука дрогнула и масло ханскин разлилось по всей моей ванне и в этот день я использовала данное средство к вечеру уже я могу сказать что 90 процентов не было и это прекрасно осталось немножко здесь но это все достаточно быстро проходит еще раз повторюсь экономлю потому что 15 миллилитров и ну не напасешься да на все лицо ежедневно им пользоваться я его использую именно в случае когда я знаю что мне нужно прям ударно поработать со спалениями то есть вечером у меня будет например целецилка днем будет вот такой вот малыш с афальянсом но еще раз повторюсь что я наношу его локально на эту зону на все остальное лицо и поверх да то есть я например умылась нанесла тонер нанесла на эту зону софальянс походила с ними на 15-20 это скажем так мне только знаете протокол когда на лице звездец и надо срочно что-то с этим звездецом делать нанесла походила и потом я все это перекрываю вот таким вот сэромом в эмульсии это доктор с юрика линейка 5 альфа здесь нету софальянса софальянс у них есть в умывалке в тонере в креме и санскрине из этой линейки сыворотки нет у них там другой комплекс но тоже не не хуже работающий я ее могу использовать как отдельный вариант да я вообще не фанат мульти-серуминга вот этого нанесения нескольких сывороток но в протоколе когда надо срочно что-то делать я могу себе такое позволить именно вот это вот пара она работает очень хорошо она действительно как такая легкая эмульсия эти как легкий кремушек но пусть это вас не вводит заблуждение потому что она абсолютно не как эмульсия на не дотягивает то есть соло и и даже летом я использовать не буду то есть это будет под крем в любом случае и вы под санскрин либо под увлажняющий крем то есть чтобы вас это не смущало да это не эмульсия это все-таки сыворотка и должна наноситься на этапе сыворотки и закрываться кремом потому что никак она трансэпидермальной потери воды не остановит скажем так поэтому не рассматривайте ее как альтернативу крему использую очень часто когда вижу что наклевываются какие-то воспаления когда знаю что они будут наклевываться в определенные дни месяца поэтому она у меня достаточно частый гость я тоже и планирую повторить использую реально очень очень часто и еще раз повторюсь что когда у меня все плохо на лице то они идут в паре поэтому берегу эту малышку с альянса потому что она ну реально дорогого стоит далее про нее тоже говорила видео о джейс дерми это джейс дерма парфайн с экстрактом чечевицы регулирует жирность слегка подстягивает поры именно за счет вот регулирования себовыделения да и ну такое легкое вяжущее действие оказывает кожу она при этом не сушит в принципе мне кажется отличный вариант даже вот например для жирнокожих подростков у которых особо нет никаких воспалений просто знаете они летом похожи на такую сковородку с блинчиком можно в принципе использовать такой вот сэру но подробнее я не уговорила еще раз повторюсь видео про джейс дерму дальше сыворотка с центеллы от пьюрита новая версия которая без запаха она такой знаете мутноватенький гель покажу на эту руке а то левая она у меня уж такая увлажненная тоже достаточно такой плотный гель мне кажется она чуть плотнее чем версия запахом но при этом она легче она лишена масел того самого масла бергамота в том числе которая дает воспаление но немногим до некоторым как показывает практика вот она полностью впитывается абсолютно никак не липнет очень комфортная приятный очень-очень-очень легкий запах то есть его он еле уловимый здесь у нас есть нянцинамид церамиды пептиды и производные центеллы то есть будет работать и на увлажнение и может оказать легкий анти-эйдж то есть примерно там с 25-30 лет можно ее спокойно использовать и у меня к ней нет претензий классная штучка и мне она нравится больше чем версия с маслами просто потому что она такая знаете лайтовая легкая и абсолютно никакая не навязчивая в этом плане дальше едем давайте покажу по экологи упаковки не конечно не для моей лампы тоже плотненькое такое белое стекло сейчас я вам ее наберу чтобы показать может быть будет видно видите там есть такие как капельки вкрапления я не знаю как микрогла микрогранулы короче какие-то я кстати вся в веснушках уже солнышко выглянуло и я хоть и дома сижу но веснушки прям лезут микрогранулы такие беленькие она достаточно плотноватая гелевая но при этом абсолютно тоже никакой липкости никакого дискомфорта хорошо увлажняет здесь у нее на третьем месте идет не ацинамид на первом месте экстракт водоросли как вы во всей линейке направлена она на выравнивание тона да это brightening это не войти не до который выбеливает это brightening который выравнивает тон просто дает красивый красивый эффект на коже хорошо увлажняет то есть чудес она никаких не совершит в плане да что там она не будет отбеливать кожу на не будет бороться с пигментацией на будет выравнивать общий тон и хорошо увлажнять кожу то есть в принципе подойдет для любого нет не недавно для любого типа кожи она прекрасно подойдет так я никак не борюсь с веснушками я вам открою тайну никакое средство их не выбеливает поэтому полюбите свои веснушки единственное что может их выбелить это какая-нибудь серная кислота я очень по и такая шутка да я подробно о них говорила на марафоне в фурман бьюти там я рассказывала что такое веснушки и когда они пройдут и что с ними ничего работать не будет если вам обещают что возьмите вот эту банку она вам из вас избавиться от веснушек вам врут единственная банка которая вам поможет сократить количество веснушек это хороший санскрин все убрать их совсем у вас не получится то есть я не буду вам сейчас давать надежду что что-то их уберет хотя я очень-очень их люблю я не понимаю людей которые их не любят мне кажется это вот солнышко нас поцеловала как говорится и так дальше медеровская сыворотка это антиоксидантный сэрум для чувствительной кожи она тоже гелевая упаковки не каждый супер крутые вот такие вот упаковки позволяют положить продукт намного меньше консервантов чем например в упаковке с пипеткой либо в упаковке с откручивающимися крышками она вот такая вот золотистая гелевая пахнет тоже очень-очень приятно каким-то столь шиповником то ли я не знаю в детстве у меня был сироп шиповника я его пила мне вот напоминает и по цвету легкая хорошо увлажняет никак не ощущается на лице состав у нее очень классный продуманный я ее оставила на лето на море под санскрин потому что если вы летом совершаете такие скажем так хорошие променады да по набережным под сияющим солнцем то помимо санскрина я вам искренне советую наносить еще на лицо под него антиоксиданты потому что они будут усиливать действия вашего солнцезащитного средства плюс это дополнительная протекция от свободных радикалов поэтому имейте ввиду вот этот продукт мне у мидера очень понравился и еще я положила глаз на их сыворотку которая для кожи склонны к красноте что очень актуально для моего фототипа и для моего цвета волос она также кстати для куперозников розации так далее я вот на нее положила свой глазок но она стоит правда очень дорого пока что я просто кладу на нее свои глаза и и и облизываюсь следующая любовь моя любимая сыворотка с антиоксиданты в каком виде а в каком виде бывают антиоксиданты в сыворотке и так сыворотка с пептидами любимая почему а потому что у нее очень тугая крышка очень приятная текстура видите гель никаких молочков там и так далее да гель очень хорошо впитывается нету запаха практически абсолютно никакого и здесь ударная доза а синейка 4 процента все исследования которые говорят о том что синейка это круто для межбровки и гусиных лапок си они проводились как раз таки на 4 процентах поэтому здесь самый рабочий процент и она действительно очень круто разглаживать мимические морщины именно вот в этих зонах плюс здесь есть витамин у это сыворотка подойдет коже комбинированной жирной проблемной потому что витамин у это тоже достаточно хороший компонент для такого типа кожи будет отвечать за регенерацию поэтому имейте ввиду мне она действительно очень нравится я ее регулярно проделываю курсами небольшими по месяцу я обычно делаю то есть не хватает я месяц ее активно использую потом два три месяца у меня перерыв потому что мне на данный момент они не сильно нужны тема эфира сегодня сыворотки да как мы и мы идем по порядку далее уже нет давайте я новинки оставлю на потом лотос лотос салоя там у меня осталось уже меньше половины и вряд ли надо моря доживет она меня спасает в любой непонятной ситуации где-то покраснела где-то раздражение либо что-то пошло не так с кислотным например тонером с утра посыпаешься у меня почему-то все время пятна на шее если вдруг да как-то не так кожа отреагировала на кислоты такое бывает перепады гормонального фона у меня то все эти раздражения почему-то локализуется на шее которую например я даже не мазала кислотами то есть имейте это ввиду и сыворотка это всегда спасает то есть ты на ее нанес 5-10 минут и все ты релакснул кожа у тебя начинает моментально успокаиваться моментально расслабляется покраснения проходят вообще для моря для таких как я которые подгорают просто от одного взгляда на солнце это прям незаменимая вещь у меня не так много было в уходе средств салоя тем более который я бы наносила на лицо но в последнее время я много читала про алой на самом деле очень крутая вещь она в паре с арбутином будет очень хорошо ускорять процесс борьбы с пигментацией то есть например арбутин салоя вместе будет работать быстрее чем просто один арбутин поэтому имейте это ввиду сыворот крянуть крутающим покажу ее текстуру такая вот гелево-молочковая знаете мутновато белый гель достаточно жиденький у них у всех запахи знаете такие очень очень лайтовые прям он что-то напоминает отдаленно где-то когда-то травяное но прям очень если я не знаю прям сильно припасть к руке а так абсолютно очень деликатный запах ну и три сыворотки которые приехали совсем недавно это цинцика да я очень давно я хотел попробовать меня она заинтересовала тем что в ней нет пептидов да как ни странно в ней нет пептидов она вот такая вот светло-зеленая красивая абсолютно не сопливая как например цинделла да это вот такой вот гель очень легкий запах напоминает отдаленно я когда в школе училась были популярны духи это была реплика на кинзо конечно это была дешевая реплика но она была чуть лайтове чем их оригинальный вот этот запах да очень напоминает мне если честно такой знаете легкая ностальгия поэтому я с удовольствием использую здесь сантелла здесь гиалуронка нескольких видов там куча экстрактов но чем она хороша ее можно использовать в любом возрасте абсолютно напомню что пептидов в ней нет имейте это ввиду для тех кто хотел просто хорошую сыворотку увлажняющую комфортную сантеллы без пептидов имейте ввиду вот она объем 100 миллилитров но расход у нее значительно меньше чем у цинделлы да поэтому хватит ее надолго чтобы у меня вот место на столике куда я складываю все меньше и меньше сейчас это бабахнет да все эфиры по маркам в hd tv все эфиры по этапам ухода на youtube и кстати видео которые я записывала прямые эфиры в рамках краткого курса которые были в фурман бьюти я тоже залила на youtube чтобы было удобнее их смотреть и последние две сыворотки которые у меня в этой котомке у меня есть еще одна да это две новинки которые приехали ко мне позавчера по моему насколько я помню или позапозавчера не помню это неожен брала на стайл кореян когда у них были какая-то ярмарка щедрости да там по моему было 50 процентов на неоженовские все продукты и я взяла три продукта которые я хотела попробовать это пенка кстати это оказался гель и очень крутой гель он хорошо пенится но при этом вообще не сушит кожу идеальный вообще вариант мне понравился особенно за 570 рублей мне кажется вообще шикардосно и 2 вот такие сыворотки это шла в наборе с маленьким кремчиком мне понравился запах у него знаете такой сладковат и приятный у меня у ребенка кондиционер ли подну для белья так пахнет но мне нравится запах то есть он такой прям очень такой легенький и веселенький скажем так да ну давайте раз уж начала про этот серум здесь он двухфазный да если у кого-то был крем джилла 8 были вы его видели на стайл корея тоже здесь 2 2 отделения скажем так которые вы смешиваете первое отделение оно такое более беленькая и текстура более жиденькая да вот такая вот здесь у нас находится пробиотики пробиотический комплекс вторая часть в ней содержится пептиды и церамиды и она тоже достаточно молочковая но чуть более плотноватая скажем так в идеале вы можете их смешать да у вас получится такой мультисерум с пробиотиками пептидами церамидами и так далее либо вы можете наносить частями например пробиотическую часть утром она легкая чуть поплотнее часть с пробиотиками вы наносите вечерним пахнет она слегка не слегка даже а вот такой средний запах продуктов которые актуальны для центеллы причем для той центеллы в которой есть и слегка запаха лаванды и слегка запаха центеллы то есть не запах классический для средств пробиотиками или с церамидами то есть это все таки какие-то неожиданно для меня были травяные отдушки пока ничего не могу сказать использовала один раз на на коже да на лице я их смешивала и наносила в таком вот формате на лицо дальше и 2 но она просто очень красивая поэтому я ее взяла ну нет я шучу конечно здесь просто очень составе было много церамидов мне захотелось ее попробовать она чуть плотнее чем вот эти даже если вы их вместе смешаете наносится она вот так у нее вот эти вот белые гранулы превращаются в такие какие-то кремовые разводы она чуть плотнее не могу сказать что она прям супер плотная но она плотнее чем вот этот вот serum двойной тоже причем имеет какой-то похожий да на центелла слованда и что-то такое но это не активный запах как например у ревиктиновской линейки с центеллой нет абсолютно не так но все равно это необычно для серамидов они обычно пахнут немножко другими отдушками но травяной запах тоже имеет место быть я не против и котомка так атомка была с моего туалетного столика это все стоит то есть на моем туалетном столике я периодически этим пользуюсь потрогала неудачно а здесь у меня продукты которые я собрала по дому две сыворотки которые я положила в боксике да вот это из бокса для сухой кожи здесь у нас идет как он там господи я забыла шиповник насколько я помню алоя здесь ламеллярные эмульгаторы в составе то есть я не нашла официального заявления производителя о наличии ламеллярные эмульсии но я покажу с вашего позволения итак закрываем просто хотел показать текстуру она достаточно плотная кремовая то есть летом это можно использовать и как мне кажется такой знаете соло продукт под санскрин то есть на тонер вы наносите и он вам заменит такую легкую эмульсию пахнет он активно такими знаете органическими отдушками если вы пробовали такую какому супер органику да она вот так вот активно пахнет для меня она оказалась к сожалению плотноватой я с удовольствием бы ее использовала если бы она не было чуть-чуть по полегче скажем так то есть я все-таки понимаю что надо было положиться на логику почитав состав там без него видно что это все-таки для кожи более сухой для кожи которая склонна к сухости и например если даже у вас кожа сухая вам хочется летом чего-то полегче вы можете ее использовать еще раз повторюсь в качестве легкой эмульсии под санскрин состав у нее реально очень классный никакой бяки и все очень супер натур поэтому надеюсь тому кому она достанется она понравится еще раз повторюсь мне понравилась и текстура и запах но ощущение для моей комби кожи к сожалению плотновато почему что почему не знаю что почему вы о чем почему расскажите почему я вам отвечу почему почему мне не понравилось потому что плотновато еще раз повторюсь для моей комби кожи второй вариант из бокса для кожи комби это знаменитая линейка да сам байми она еще раз повторюсь абсолютно никакая не кислотная то есть не нужно ее рассматривать как средство с кислотами это серум с центеллы чайным деревом не ацинамидом поэтому можно ее спокойно использовать именно для этих моментов для кожи жирной кожи комбинированной кожи проблемной не рассматриваю еще раз повторюсь как и средства кислотные дальше сыворотка сцентеллы раз у начали процентеллу до цикапы серум он у меня в большой упаковке я знаю что есть по моему еще и поменьше и не знаю где здесь написано миллилитры а господи прям сразу же написано до 50 миллилитров она чем не нравится такие упаковки ты пока откручиваешь крышку она уже набирается к светло зеленая оставляет легкий масляный финиш то есть зимой мне с ним было комфортно летом все таки для меня будет сплотновато например сыворотка сейчас покажу сыворотка с центеллой от пьюрита намного легче поэтому вот этот например вариант я бы назвала летним таким а это более зимний вариант дальше осталось у нас три сыворотки с вами сыворотка с прополисом от аюник это моя любимая сыворотка с прополисом много раз говорила почему потому что она самая легкая из тех что я пробовала очень часто продукты с прополисом достаточно насыщенные достаточно плотные например вот ампула от ли же хэм который сейчас стали доктор сюрикал мне не зашла я липла ужасно как бы я не наносила мне было слишком много прополис от wish trend тоже оставлял такой масляный след мне было некомфортно вот с этой мне безумно комфортно и плюс она очень красиво подсвечивает кожу то есть вчера был вопрос да про тонеры после которых сияет кожа вот эта сыворотка после которой будет съесть кожа и подойдет даже комби мне безумно нравится дальше еще одна успокаивающая сыворотка это банабаги с сейчас я скажу с молочным чертополохом да у меня она была прошлым летом я на море очень часто ей пользовалась у меня был такой знаете мини наборчик там был тонер сэрум крем все три продукта понравились вот эту повторила в полноразмере она легкая жиденькая да то есть такая прям тоже с какими-то приятными маленькими беленькими микрограмму коми ну в общем увлажняет хорошо успокаивает хорошо идеальный знаете базовый вариант для любого типа кожи для молодой для беременной для кормящей абсолютно для жирный проблемный для любой будет хорошо увлажнять и хорошо успокаивать кожу и последний продукт я его специально ставил напоследок то есть он у меня стоял в шкафчике где был йод и крышка стала желтой это вроде как сэрум да то есть great bear relief serum от бренда crave но это далеко не сэрум да это все-таки эмульсия который я использую именно на этапе крема такого легкого крема то есть да видите это прям кремовая текстура пахнет маслом таману многие этот запах не переносят я обожаю его мне он безумно нравится то есть я тот человек который с удовольствием нюхает это я знаю что многие просто плюются от него не могут это пережить да очень жаль к сожалению если такая ситуация но сам продукт очень крутой здесь масло таману масло шиповника не ацинамид церамида фитостерол натуральный увлажняющий фактор то есть здесь все что очень круто работает над восстановлением защитного барьера то есть она так и называется great bear relief она действительно как и заявлено круто работает с восстановлением защитного барьера поэтому рекомендую даже кожа проблемной масло таману зайдет просто шикарно здесь его 10 процентов насколько я помню да то есть к вопросу о том что чистое масло таману я бы никому не рекомендовал на лицо мазать а вот такой продукт почему бы и нет все сыворотками я закончила мне какое-то ужасное пятно красное на лбу я не знаю от чего она появилась не стоит пальцем блин ткнуть себя и я сразу хожу потом красными пятнами так давайте я катаю отмотаю откручу назад так 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 всем привет всем здравствуйте так доброе позднее утро моя посылка у рада меня дошла желаю чтобы ваша к вам наконец наконец доехал я надеюсь вы говорите про посылку с джоэлс моя как стояла на одном месте так и стоит она вообще не двигается ни в какую сторону никак даже не перешла в статус ожидают отправки просто принято в отделение и все один или тоже 10 и стоит гораздо дешевле ну да если вам комфортно с ним если вам нравится когда все катается липнет там мылиться так далее то почему нет можно в принципе сэкономить я покупала ее свое время я заказывал достаточно много продуктов одинари и для меня это просто ну топором сделанные банки лучше купить одну хорошую до чем 10 непонятно каких как раз поисках нет ценами да скажите еще раз фирму вашего любимого джейс дерма так где купить джейс дерма это place 27 магазина неофициальный поставщик джейс дерма в россию согласно подводе на ли этот комментарий для девушки который сверху но да он блин это ужасный неоциномит какая сыворотка убирает покраснение на коже и хорошо отбеливает у меня нет отбеливающих сывороток потому что мне но это не нужно ищите с чтобы там был арбутин плюс неоциномит можно медипил галактион там глютатион господи галактион глютатион 600 можно ее она будет хорошо отбит он так она именно будет работать на отбеливание вот арбутин будет отбеливать эффективная сыворотка при пигментации у меня есть целая подборка можно в принципе глянуть форму пигментации еще расскажу что веснушки ничего не возьмет антиоксиданты в каком виде еще раз вопрос я кстати опять его не поняла да ну как увидим в виде сыворотки вы его наносите под санскрин а в каком еще можно видео их можно пить если вы с доктором до определили этот момент но избыток антиоксидантов это тоже плохо они начинают наоборот оказывать обратное действие они начинают не бороться до с радикалами а наоборот их образовывать я выложу сегодня в stories магазин где можно заказать midair поможет ли сыворотка с гиалуроновой кислотой от пи а может ли сыворотка с гиалуроновой кислотой пиорита вызвать подкожники как показывает практика подкожники к сожалению может вызвать даже вода поэтому в принципе может я теперь отвечаю что все может так давайте я вам еще раз да покажу сыворотку с неоцинамидом которая мне нравится вот так вот она выглядит джесс дерма акнетрикс у них в акнетриксе в линейке две сыворотки одна маленькая в черном стекле одна большая 30 миллилитров она выглядит вот так надо это любимый неоцинамид мой так до эфир обязательно сохраню синделла на полжизни мне хватило но кстати да если ее адекватно до использовать ее тоже надолго хватит так как как вы на нашли неоцинамид от пола ничего не а на зоне на зоне я не находила я полос чойс неоцинамид заказывала на лук фантастик это это было реально фантастик потому что я очень долго его мониторила его не было тут я зашла он появился я его просто сразу же купила и буквально через пять минут он пропал с сайта то есть его видимо раскупили очень быстро а почему это был видимо вопрос по поводу культ бьюти да почему-то культ бьюти полос чойс в россию не доставляет я не поняла этого прикола он все остальное доставляет а полу не доставляет а со скин сити заказывать очень дорого блин реально так что еще из продукт так вы могли бы сказать что еще из продуктов тонеров сывороток и кремов хорошо взять на море комби кожа у меня в принципе есть видео и пост по тегу фурман море но в этом году естественно когда я поеду на море я уверен что на него поеду или я пешком на него пойду но я до него дойду я обязательно обновлю информацию по поводу моря когда лучше использовать утром или вечером сыворотку манию риски у и тембе 3 как утром так вечером абсолютно там нету ничего чтобы нельзя было наносить утром какой мы валки неожен вы упомянули нет это не мицеллярная пенка цика это такая фиолетовая по моему что-то азулен или не азулен она недавно у них вышла такая вот фиолетовая можно ли эмульсии от медипил заменить этап крема можно любой эмульсии если она вам подходит заменить этап крема пробовали крем с неожен с пробиотиками если вы говорите вот тот который в коричневой такой упаковке да как и сыворотка попробовала очень легкий впитывается хорошо не блестит на коже и вкусно пахнет детским кондиционером любителей для белья ужасное буквосочетание получилось так тям не ацинамид вы писали что очень нравился да он не нравился я его могу рекомендовать если вам нужен знаете а не ацинамид который недорого стоит но при этом работает единственный момент там нужно к нему придрочиться в плане что если вы наносите его на влажную кожу либо если вы его наносите слишком много он у вас начнет жутко липнуть поэтому там надо прям вот играть и наносить на сухую кожу немножко и тогда все будет хорошо то есть это все таки та цена знаете которую мы платим за бюджетный продукт сыворотку с не ацинамидом можно и утром и вечером абсолютно нет никаких противопоказаний к утреннему использованию лук фантастик полу и медик в казахстан не доставляет но это странная какая-то политика сайтов они одно доставляют другой не доставляет но не знаю как так но в общем я заказываю теперь полу и медика слуг фантастик предмет красное пятно как звезда во лбу горит так но давайте тут у меня осталось вопросы так сыворотка на лето хочется витаминов комби кожа тут ведь сыворотки еще такого момент они в ценовой политики прям таком небольшом разбеге и тяжело когда не знаешь бюджет человека да то есть но я бы вам вот из того что у меня есть из того из вашего запроса порекомендовала бы вот эту меди русскую сыворотку я просто понимаю что он стоит очень дорого да а так вот прям чтобы было к этому все витаминные такая ну а можно попробовать цинделлу но на лето плотновато может быть она вам надо подумать я попробую можно вот прополис это юник такой вот вариант например и так джесс дермани ациномит 8 процентов убивает убирает имеющиеся воспаление но провоцирует новые где их не было значит она вам может быть не подходит это нормально когда кому-то не подходит какой-то определенный продукт возможно у вас например были закрытые комедоны на этом месте они начинают зреть и вылазить то есть тут нужно не зная анамнеза тяжело говорить да вылезли ли воспаление на идеально здоровом ровном участке кожи либо же это вылезли воспаление вернее это переродились до грубо говоря закрытые комедоны вылезли в открытые воспаления если выбирать между сыворотка медипил и тям какую лучше при пигментации они обе имеют место быть но если вот кожа возрастная то я бы выбрала медипил так где в своем случае я пообратила сначала внимание на не ациномит ну хотя ой на тебя ну хотя в принципе по составу конечно активнее будет медипил потому что там есть и арбутин и глютатион это тот же самый хороший достаточно антиоксидант который обладает отбеливающим действием поэтому в принципе сильнее объективно по составу медипил охве я ничего не пробовала такой достаточно жесткий корейский люкс у которого очень активные ароматы это я пока не не планирую его использовать у там есть гиаронов гиалуроновой кислотой которая с витамином c и метриксилом пользовались нет не пользовалась я у там использовалась только одной из 20 процентами кислой формы хороший нет с нами я уже посоветовала в начале эфира можно будет потом его пересмотреть да и там будет тям b3 входит в группу с его регуляции но смотрите в тям b3 10 процентов не ацинамида как вы думаете он входит в группу с себя регуляции я думаю что да потому что есть даже отдельный пост на тему себя регуляции там будет все ссоре я пропала нечаянно свернула приложение где-то у меня тут вопросики были которые пришли именно так а лосьон это наверное вами сах вами са как их только называют равно сыворотки если честно я не не фанат вами с их вами с и как там ее называют у меня был только один лосьон который sebum control что-то такое да его можно приравнять к сыворотке да то есть это наносится на этапе сыворотки но даже мне в жару когда у меня избыточное себоотделение вот так адски сушила просто жутко сушила поэтому если мы говорим о ней то я ее вообще бы никому не рекомендовал она вам наоборот все пересушит может быть такое что даже высокий процент неоциномида не будет действовать на каком-то на ком-то в плане себорегуляции уменьшения воспалений может если вы помимо неоциномида ничего не делаете то есть если у вас адское очищение если вы не занимаетесь регулярной эксфолиации если вы не увлажняете кожу а только надеетесь на один неоциномид даже в концентрации 10 процентов то тут так не сработает это в принципе как в любой проблеме да нельзя например лечить какую-то болезнь грубо говоря не устраняя побочные еще моменты то есть нужно выстраивать весь уход как актив он будет круто но только его нужно поддерживать со всех сторон для проблемной кожи чтобы выбрали пьюри ты неоциномид или тям неоциномид для проблемной кожи в идеале я бы выбрала джейс дерму а так пирита наверное потому что проблемной кожи аргутин по факту не так сильно нужен на витамин c от страти можно нанести спустя время пептиды от ароматики можно с чем лучше сочетать сэром с церамидами и пептидами вот когда я не знаю вас с вашим уходом с вашим донором с вашим кремом не знаю с чем сочетать в принципе церамиды сочетаются совсем пептиды сочетаются совсем кроме кислой среды ориентируйтесь на это как сейчас обстоят дела доставка сайта стайл кореян прекрасным отлично я вот позавчера получила посылку все отлично витамин c сию скин без крестика который он какой просто легкая сыворотка да просто легкая сыворотка там полтора процента стабильной формы это достаточно легкий вариант не рассматривала бы я его как супер мега актив так какую взять впервые новичку видимо по уходу комби не знаю какую взять не все время эти вопросы если честно иногда я очень сильно злюсь на такие вопросы когда у меня плохое настроение иногда просто мне хочется ну как сейчас например объяснить вам что я не могу вам от балды сказать да какое вам взять комби бывает разное комби бывает идеальная комби бывает проблемная комби бывает с фигментацией комби бывает я не знаю там с покраснениями шелушениями так далее то есть самый универсальный вариант который я бы рекомендовал любому обладателю комби кожи сыворотка с неоциномидом она от всех болезней ну так если утрированы да и от пигментации от прыщей и от пустакты от всего то есть а там уже какую из вам выбирать самостоятельно под ваш бюджет можно ли сочетать таймлесс матриксил 3000 и сантри синиоцин если мы говорим о двух сыворотках то я вообще не фанат сочетания да я уже рассказала в начале эфира когда бы я делала исключения если мы говорим о сыворотке таймлесс и о креме синиоцин то да их можно спокойно сочетать нету никакого момента который бы этому препятствовал какой бы ретинол ретинольдегид вы бы лично посоветовали девушке жирной проблемной кожи помимо биметики биметика не могу его достать а так по стоимости что угодно умеете кейт очень прекрасные ретинолы но по составу да с ретинольдегидом а если именно ретинол то у риджу реке самый лучший не бывает самых лучших при всем желании это не потому что я вредная и мне не хочется вам назвать какой-то самый лучший да если бы был хоть какой-то один самый лучший продукт все остальные бы загнулись да как для кого-то самый лучший это для кого-то другой если мы имеем ввиду именно ретинольдегид то мне и сильно данный момент конечно нравится биметика другие я просто не пробовала с данной формой можно посмотреть у медик еще раз повторюсь пептиды сниоциномида можно они абсолютно никак друг друга не угнетают можно ли сочетать сыворотку и крем с витамином c с тоником с ретинолом пикси забудьте что в этом тонике есть ретинол он там для названия и для того чтобы слегка знаете подсушивать вашу кожу там от ретинола одно название реально вот только название на этикетке ни один ретинол не выживет в таком продукте поэтому не нужно его рассматривать как продукт с ретинолом медик 8 будет хорошо работать именно на проблем на кожах я не знаю я не пробовала я вам просто назвала вариант с ретинольдегидом единственный вариант который я пробовала и за который я могу вам ответить что он будет работать это биметик но вам его не достать поэтому я рекомендую медикейт тыкую на этот вопросик а он не открывается да что же ты будешь делать так где-то был еще вопрос из эфира сейчас задавали так что можно сделать от высыпаний на лбу наладить ваш уход очищение защитный барьер если вдруг у вас есть челка убрать эту челку отрастить убрать набок да чтобы ваш лоб был абсолютно голенький свободненький как попка младенца и использовать продукты до противовспалительные себорегулирующие салициловая кислота и золоиновая миндальная нет с на мид то есть выстраивать ваш уход кстати многие писали поскольку я начала вести эфиры что я на самом деле какая-то очень-очень члене злобная на самом деле я не злобная я просто импульсивная что посоветуете из тоника и крема для сухой кожи но с периодическими высыпаниями иногда закрытыми комедонами такие моменты меня все время ставят ступор потому что истинно сухая кожа я в жизни еще не встречала до истину сухую кожу с высыпаниями закрытыми комедонами здесь вероятнее что ваша кожа обезвоженная тогда это возможно да но в любом случае когда мы начинаем говорить о том что сделать это не тоник и не крем это перенастройка ухода то есть если ваш уход вы его наносите и он вам становится либо хуже либо выйти играть ну как бы вы на одном уровне да и он не решает ваших проблем я бы здесь дело просто матрицу перезагрузку прям вот с нуля садитесь и с нуля анализируйте здесь и сейчас ноги мне на консультации говорят у меня сухая кожа почему и спрашиваю я или там комби кожа ну потому что мне 10 лет назад косметолог поставил этот ну не диагноз да ну сказал что вот такая у меня кожа начинаешь проходить тестирование начинаешь общаться с человеком вот почему так почему это и понимаешь что у него кожа абсолютно не такая какой он думал кожа меняется с возрастом с временем года с обстоятельствами с гормональным фоном все это меняется поэтому если не зашло ну не заходит ваш уход будьте честны собой да не нужно убеждать себя что у вас какая-то кожа которая она не является обдумайте взвесьте все за и против я не знаю пройдите тест лесли бауман но если там сказано да измерьте там жирность через два часа вы это измеряете именно через два часа посвятите этому день на самоизоляции нечем заняться многим посвятите день себе и пройдите полное такое тестирование кожи и вы поймете что например у вас такая кожа вот у меня кожа такая что мне нужно делать открывается например вебинар до основы домашнего ухода который я записывала и смотришь это у меня такая кожа советую делать вот так и вы начинаете налаживать очищение это не будет решать вашу проблему через неделю да но в перспективе это поможет вам налаживайте очищение налаживайте эксфолиацию подбирайте себе средства под ваш тип кожи потому что вот из такого сообщения я при всем желании могу вам назвать три продукта а например один из них вам не подойдет и даст я не знаю там аллергию и еще какие-нибудь воспаление и потом я останусь крайней поэтому это не потому что я плохой злобный жадный человек абсолютно нет бесплатной информации как мне кажется очень много можно просто изучить и если вдруг у вас есть какой-то вопрос из разряда многие девчонки пишут я никогда не отказываю в плане они мне пристать здравствуйте алиса у меня вот такая вот кожа я подобрала себе вот такой вот уход прислали просто картинки да скажите пожалуйста что вы думаете то я могу сказать что например вот эту сыворотку замените вот на эту и все будет хорошо ну в плане того что вы подобрали то есть мне так проще когда уже что-то проделали самостоятельно да проще сделать работу над ошибками чем писать с нуля это был еще один вопрос как бороться с закрытыми комедонами ладно я сегодня не буду кричать о том что я писала вот в пост я писала об этом пост кстати навигация очень хорошо работает просто вбиваете форма нижнее подчеркивание комедоны и там прям выдается и подборка и как бороться но тут нужно понять что если ваша кожа склонна к образованию комедонов как моя например я тот самый человек который безумно склонен к этому акту до насилия над кожей а это то есть это ваш образ жизни не так чтобы месяц посидели на уходике кожа стала классная ровненькая вы забросили нет это это вот если вы склонны к полноте вам всю жизнь нужно заниматься спортом если вы склонны к медонам во всю жизнь нужно их контролировать это обязательно себорегуляция обязательная да то есть нет с нами целицилка зилаинка миндалька это прям вот ваши друзья не обязательно все три кислоты да вы можете например на мне круто работает салицилка можете оставить ее если она на вас работает то есть например у вас каждый день утром не ациномит три раза в неделю салицилка один раз в неделю скатка все остальное время вы например вечером вы можете добавить какую-нибудь сыворотку а-ля центелла да для просто регенерации восстановления и крем на ламилярные эмульсии вот чем вам не уход достаточно базовый но вам не нужно скакать с одного ухода на другой да то есть если вы нашли свой идеал и он вам работает с комедонами как бы вам не хотелось пробовать сто пятьсот банок сидите на месте даже я уже очень так холодно и быстро раздаю расстаюсь банками которые не вписываются в мой уход просто я поняла что иначе я изнасилую свою кожу не ациномит он больше для себорегуляции да для себорегуляции витамин c если не надо же регулировать будет лучше но витамин c да у не так сильно регулирует жирность кожи как не ациномит например форма содиумаскорбил фосфат магнезиумаскорбил фосфат они ее жирность тоже будут регулировать то есть если вам не надо регулировать жирности и не хотите вы нет с нами Пожалуйста, вы можете использовать витамин С, тоже классный, прекрасный летний, да даже круглоготичный этот ингредиент. Как чистить сальные нити на носу? Их стало очень много. Про сальные нити тоже есть пост. Я сегодня прям после эфира, он, кстати, уже заканчивается, я скину и про комедоны еще раз, и про сальные нити. Их никак чистить не надо. То есть это не то, что вы должны давить, вычищать и так далее. То есть вам нужно наладить уход. Если вы склонны к вот этим вот филаментам, очищение, там глиняная масочка раз в недельку, неоцинамид, салициловая кислота. Я сейчас все чувствую просто, знаете, попка дурак, десятый круг, я рассказываю про неоцинамид и салициловую кислоту. Поэтому я скину еще раз пост, и там, кстати, достаточно подробно написано. Так, давайте, наверное, последний, предпоследний какой-нибудь вопрос, потому что уже осталось полторы минутки. Моей коже нравятся неоцинамиды, тут секретки. Что вы думаете о нем? Я, если честно, его не пробовала, секретки, я не фанат, как бы я не смотрела никогда в их сторону. Но если он вам нравится, если вы видите эффект, то круто, ну, используйте. Я вообще, в принципе, не... Ну, то есть, если ко мне приходит человек и говорит, вот у меня есть банка от Елизавики, я ее безумно люблю и хочу оставить ее. Вписайте в свой новый уход. Вот, пожалуйста, если она вам нравится, если вы кайфуете, если вы видите результат, не важно, как я к ней отношусь, не важно, как кто-то к ней относится. Если она вам нравится, и вы прям видите, что с ней ваша жизнь лучше, то почему бы и нет, можно ее оставить. Итак, неоцинамид рассказала, посмотрите с самого начала, осталось полминутки. Я сегодня еще выйду в эфир, ну, в профиле девушки, которую я скидывала вчера в сторис, можно посмотреть. Мы там с ней просто обсудим основы, да, базы. Если кому-то будет интересно, можно подключиться, будет и глянуть. А завтра мы с вами поговорим про эмульсии и кремы. Все. Всем спасибо. Злючка Алиса пошла отдыхать.